Баттлфлэт Готик Армада Основанная игрушка на настольной версии от Game Workshop Разрабатывается на основе игрового движка Unreal Engine И будь это шутер или RPG, игра бы вышла красивой Но для Космосима отчасти не важно двигло А значение имеет мастерство художника Сюжетная игра повествует о сражении между Империумом и Хауситами В готическом секторе во время вторжения Абадона Разорителя И только лишь упоминание Абадона вызывает интерес в сюжете Который подается, будем честны, через слайд-шоу Которое вы можете сейчас лицезреть И тут меня начинает немного подташнивать Однако, интерес вызывает мультиплеер Это действительно интересное дополнение к весьма посредственному проекту А еще, уже сейчас можно оформить предзаказ И получить сие утворение за 1799 рублей И тут меня уж извините, вырвало Со всем уважением к фанатам космических сражений Но это того не стоит Проект выходит эксклюзивом на ПК И я думаю, многие согласятся, что стоит это упаковать в корзину Только с приличной скидкой То, что я действительно упустил, так это Deathwing Однако об игре известно очень мало Как следует из названия, это очередной перенос настольный Space Hulk Однако не рядовой, а как минимум красивый Ведь игра разрабатывается на Unreal Engine 4 Помимо сюжетной кампании Будет доступен кооператив на пятерых человек и мультиплеер Кроме того, игра не будет эксплуатировать классические для Space Hulk Узкие пространства Разработчики сообщили и показали, что в игре присутствуют достаточно обширные и красивые По готически, конечно, пространства кораблей, по которым мы будем путешествовать И лишь одно меня пугает Информация об игре просочилась в сеть еще в 2013 году И планировалось, что проект выйдет в 2014 Дай бог у разработчиков все хорошо И они просто хотят сделать что-то колоссальное Ну а пока релиз назначен на 2016 год И в принципе, с большим нетерпением ждем Ну а теперь перейдем, как я и обещал, к Инквизитору Хотя, блин, друзья, я просто не могу не упомянуть О находящейся в раннем доступе Eternal Crusade И знаете, впечатление двоякое И не от самой игры, а от отзывов Большой процент негодующих Но что не так с этой игрой? Да, оптимизация не к черту Лаги, прогрузки, периодические проблемы с сетевым кодом Но ведь это не релиз, а гринлайт В остальном, лично я доволен Во-первых, первый мультиплеерный проект по 40-тысячнику Отчасти это типичная колда или батла в другой оболочке Но разработчики хорошо поработали над атмосферой Геймдизайн не подкачал Тактические элементы для командной игры работают Классовые механики тоже Сплошные положительные черты Играя, вживаешься в роли То и дело, хочется крикнуть For the Emperor! Ну и так далее Однако, поклонники мультиплеерных шутеров, не сведущие в лоре Естественно, будут плеваться Итог оказался положительным Но только лишь для гринлайка Релизная версия обязана быть в разы лучше И графически, и технически А нам остается ждать Итак, друзья, то зачем мы и собрались Вархаммер 40 тысяч Инквизитор Мученик Новый экшен-рпг от Neocore Games Которые создали трилогию приключений Ван Хельсинга И еще некоторые игры Все в том же жанре Вывод? Парни знают свое дело И как заметно по играм, на твердую четверку Отличительная черта, которая заставила меня заинтересоваться игрой Это, так скажем, высокая реиграбельность А если точнее, то вторая ветка с открытым общим миром Как это? По типу Helldivers, если играли Помимо основной кампании, которая будет вариативна Как минимум между нами встанет выбор стороны Пуритании, либо Радикалы Знатоки Инквизиции поймут Будет существовать так называемый Инквизитор Кампейн Рандомно генерируемые задания на глобальной карте Опять же, аналог Helldivers Откуда вытекает особенность Все наши действия и действия других игроков Будут влиять на общую картину мира Именно эта фишка и зацепила Но в процессе подготовки материала я узнал много интересного и о стандартной кампании Как я говорил, будет вариативность В зависимости от выбора пуритан или радикалов Она выразится как во внешнем виде Оружие, перки, детали брайни Так и во взаимоотношении с фракциями Кроме того, в игре доступны три класса К сожалению, это не представители трех ордосов Инквизиции А отпрыски только Орда Малеус В ролике представлен Крестоносец Он же танк, он же простой воин Так же будет Псайкер и третий неизвестный класс Увы Кроме всего прочего, в игре будет доступен кооператив на четверых человек Помимо уже известных хаоситов Противниками выступят Эльдары А сюжетная игра начинается с появления космического странника Вышедшего из варпа Корабль оказался обитаемым и... Кто-кто в теремочке живет? Не Дзинч, а Нургал Бог болезней и разрушений Именно его приспешники станут основной целью Для нашего священного огня Инквизиции В целом игра выполнена добротно С любовью к деталям Еще бы побольше раз из вселенной Вархаммера И... вот она Готовая игра, хорошая игра По вселенной Вархаммер 40 тысяч Ну а на этом все С вами были Go Home Studio И помните Не стоит поклоняться ложному богу На золотом троне Всем пока!